Вспоминаем задачу о стулех, как раз то, я думаю, что у нас не хватит терпения, а вот про 20 я настаиваю, что мы все решим. Итак, буквочки Б стираем, и вместо них сейчас будем писать числа Гранди. Если есть всего один стул, то что? Число Гранди какое? Число Гранди? Один стул, и мы на него можем посадить человека. Правда, в грешней ситуации, когда мы не можем сделать что-то. Когда один стул, это хорошо. Значит, число Гранди равно чему? Как нулю. Единица. Это когда нет стульев, то, конечно, число Гранди будет равно. Нет, число Гранди, конечно, равно единице. Два стула, когда мы делаем ход, то все уже, противник проигрывает, и все. Три стула. Нет. А вот три стула, это интересная ситуация. Мы можем войти в центр, но можем войти и сюда. А когда мы пошли сюда, то противнику оставляем ситуацию с числом Гранди 1. А когда мы пошли сюда, то оставляем противнику с числом Гранди 0. Значит, здесь что писать? Два. Два. Здесь писать, конечно, два. Когда четыре стула, мы это уже рисовали, можно пойти сюда, и остаются два стула, а два стула это число Гранди 1. Можно пойти сюда, и тогда остается один стул, число Гранди тоже 1. Значит, что сюда писать? Ноль. Ноль сюда писать вообще. Согласны? Ноль сюда писать. И, кстати, там у нас была буква П. Помните ли я, куда я писал? Была буква П. Так, для пятерки. Для пятерки это интереснее. Для пятерки я должен сделать так. Я иду или сюда, тогда остаются три стула, число Гранди равно 2. Или сюда остаются два стула, число Гранди равно 1. Или сюда, когда остаются две ситуации по одному стулу, а когда две ситуации по одному стулу, нужно сложить с постовом Гранди 2 единицы. То есть, это будет ноль. Значит, для пятерки какое число? Ноль. Проверяйте. Это должно быть наименьшее число, которое отличается от руля единицы и двойки. Это будет меньше три. Это будет, конечно, три. Я сейчас расскажу, какие числа на самом деле надо вычислить для того, чтобы посчитать число Гранди на 20. Когда вы в самый-самый край ставите фишку, понятно, что остается 18. Согласны? Когда вы ставите не в самый крайний, а в 2, то тогда остается сколько? 17. Когда вы ставите в треть, то остается 1 и... 16. 16. А дальше пошли. 2 и... 15. 2 и 15. 3 и 14. 3 и 14. 4 и 13. 4 и 13. 5 и 12. 12. 6 и... 11. 7 и 10. Ну, тут придется к сожалению, да, приниматься. 7 и 10. И 10. 8 и 9. Потому что и все. И все. И больше вариантов не будет. То есть, если вы для каждого из этих чисел посчитаете число Гранди и найдете именную сумму, то автоматически у вас на все получится. Но это для 20. А может быть мы можем также сделать для 6? И числа 6. Куда? В самый крайний. То что? 4. Пишут 4. Дальше. Если я повторю, то что будет? 3. Нет, надо, чтобы от каждого из этих числа Гранди. Каждый из этих числа Гранди. 3. Хорошо. Если в 3? В 3. В 3. 1 и 2. 1 и 2. 1 и 2. Так, теперь отчеркните, пожалуйста, эти числа Гранди, числа Гранди. И у каждого напишите его числа Гранди. Вы их уже посчитали. У 4 какое число Гранди? 0. У 3 какое число Гранди? 2. У 1 и 2. 2. У 1 и 2. У 1 и 2. У 2 и 1. Пишите так, пишите. 1 и 1. Складывайте в метод Гранди, 1 и 1. Что получается? 0. То есть, надо вместо этого написать, прям запятая, запятая, то есть 5. Да, все, 0. Да? Какое число, целое и не отрицательное, не равно улю, не равно двойке, не равно улю, и самое маленькое из таких числа? 1. 1. Стоит, я это напишу. Я уже могу, кстати, что я иди. Спасибо, вы садитесь. Из числа 7, возложный код. Значит, мы можем поставить первую садьбу. 5. Быстрее. А, то еще отнесем. 4. 4. Это еще 1 и 3. 2 и 2. 2 и 2. Замечает. Вертикальные черта. Заменяем их на число Гранди. 5 посчитали на 3. 4 посчитали на 0. 1 это 1. 1 и 2. Да. А этот это 1 и 1. Очень хорошо. Теперь после 1 и 2 надо написать запятую и написать настоящее значение. 1 и 1 0. Это будет 1 1, то есть 3. На самом деле это 3. 1 и 1 что? 0. 0. Итак, какое число не равно нулюки-тройки? Самое маленькое. Да. Это иди. Да, спасибо. Следующий. Кстати, есть ли там сэкономерности? Я на самом деле не знаю. Если мы ставим самый крайний, то... Для Василии это будет? А здание за 6 миллионов. 6, 5. Потом 5. Потом... 1 и 4. 3, 5, 6, 2, 3, и еще. И все. В вертикальной число. Для 6 число Гранди 1. Для 5 3. 1 и 0 это что? Это на самом деле 1. И 1 и 2 это 3. 1 и 2 это 3. Отлично. Итак, 1, 3, 1, 3. 1, 3, 1, 3. Тут самое маленькое приезжает 2. Самое маленькое приезжает 0. Очень хорошо. Спасибо. Сделаем, да? Да. 7, дальше. 2 и 6. Ну-ну-ну-ну, как 2 и 6? 2 плюс 3 плюс 6, 40 и 9. 2 и 4. 2 и 4. 2 и 4. И, наконец... 3. Да. 3 и 3. Да. Да. Отчеркните и напишите быстро число Гранди. Для 7 единица, для 6 единица, для 2 и 4. Для одного и 1, 1, 5 и 3. Так и пишите. 1 и 3. 1 и 3. Кстати, 1 и 3 это будет на самом деле сколько? 2. 2. 1 и 3 это будет 2. Для... Я не знаю, для 3 у вас 6 Гранди равно сумма вообще. Что вы делаете? А для 2 и для 4 это 1, 0. И для 3 и 3 это... 2 и 2. 2 и 2, да. И 1 и 0 это не 0. 1 и 0 это 1. 1 и 0 это 1, да. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 10. Точно так же, как он расписываем. Все в ряду. Как получится? Итак, из 10, тут уже видно. Что может получиться? 8 может получиться, давайте. Если на вторую же будет, то 7, правда? 7. Дальше. 1 и 6. 2 и 5. 2 и 5. 3 и 4. 3 и 4, конечно. Так, вертикальный чип, да. И вспоминаем, какие были числа Гранди. Если хоть в одном месте мы ошиблись, то понятно, что все дальнейшие вычисления будут в ряду. Надеюсь, что не ошиблись. Итак, для восьмерки. Вставлите, смотрите, чему равна числа Гранди. Вот вы оставлите Гранди 2. На 2-я таблица. Таблица на 2-я. Число Гранди это то, что там шел 0. Под семеркой что написано? 1. 1. Под единицей и под шестеркой надо переписать. 1 и 1. 1 и 1, так пишите. 1 и 1. Да, конечно. Под двойкой идут пятерки переписываем. 2 и 0 это то же самое, что 2. Так, теперь выбираем числа 0, 1, 2. 2, да? Какое наименьшее число, которое не равно 0, 1 и 1 и 2? 3. Спасибо. Что делать? Кто пойдет один здесь делать? 9, 8, 7 и 1, 6 и 2, 5 и 3, 4 и 4. Отлично. Так, у 9 и тройка, проверяйте быстрее. У 8 и 0, у 7 и единицы 1 и 1. Отлично. У 6 и двойки 1 и 1, у пятерки и тройки 3 и 2, это на самом деле будет 1. Да. А? 0 и 0. У 0 и 2 будет 0, конечно. Так, теперь у нас получились такие числа. 3, 0, 0, 0, 1, 0. Какой число грамм? 2, 12 считайте. Так, 10. Да. 1, 8. Да. 2, 8. Да. 3, 8. 3, 8. Ребята, не надо считать, что обязательно должна быть какая-то простая декономерность. Никто не обещал. Игр можно придумать много, в некоторых из них есть действительно красивые ответы, а бывают и какие-то вот числа. Для числа 13 будут такие числа. 11, 10, 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Так, 5 и 5 число грамм 0, 4 и 6 число грамм 1, 3 и 7 это 1 и 2 число грамм 3, 2 и 8 это 1 и 0, число грамм 1, 1 и 9 это 1 и 3, то есть 2, 10 это 3, 11 это 2. Так, 1, 2, 3. Какое число получается? 4. Замечательно. Так, осталось чуть-чуть. Итак, числа 14 будут такие. 12, 11, 1 и 10, 2 и 9, 3 и 8, 4 и 7, 5 и 6. В следующем числе грамм для 12 и 2, для 11 и 2, 1 и 10 это 1 и 3, то есть 2, 2 и 9 это 1 и 3, то есть 2, 3 и 8 это 2 и 0, то есть 2, 4 и 7 это 0 и 1, то есть 1, 5 и 6 это 3 и 1, то есть 2. Так, 0, конечно, для числа 15, такую же табличку надо быстро выписать, для числа 15, значит бывает 13, 12, 1 и 11, 2 и 10, 3 и 9, 4 и 8, 5 и 7, 6. 6 и 6 число грамм для 6, 6 и 6 число грамм для 0, 5 и 7 это 3 и 1, то есть 2, 4 и 8 это 0 и 0, 3 и 9 это 2 и 3, то есть 5, 2 и 10 это 1 и 3, то есть 2, 1 и 11 это 1 и 2, то есть 3, 12 это 2, 13 это 4, 0 это 5. Я действительно вижу, что здесь 0, 0 это 1, 2 и 4, так осталось чуть-чуть, ребята, для 16 это будут числа 14, 13, 1 и 12, 2 и 11, 3 и 10, 4 и 9, 5 и 8, 6 и 7, поехали. Для числа 14 0, для числа 13 4, 1 и 12 это 1 и 2, то есть 3, 2 и 11 это 1 и 2, то есть 3, 3 и 10 это 1 и 3, это 2, 4 и 9 это 0 и 3, то есть 3, 5 и 8 это 3 и 0, то есть 3, 6 и 7 это 1 и 1, то есть 0. Так, какой лимитчик? 1. Отлично. Так, господа, и вообще-то мне теперь нужно найти для 17 и 18, хотя стоп, может быть я здесь уже что-то могу, моя цель для 20, надо считать. Так, 6 и 11 это что такое? 6 и 11 это? 3. Это 3, да. 5 и 12 это что? 3 и 2 это 1. 3 и 2 это 1. 4 и 12. Это 0 и 4. Это 4. Так, 3 и 14. 2 и 0 это 2. 2 и 15. 1 и 5 это 4. 1 и 16. Это 1 и 1 это 0. Так, дальше проблема. Дальше мне надо, нет, 8 и 9 еще могу. 8 и 9 это 3. 7 и 10 это 1 и 3. Это 2. Так, ребят, все, конечно, прекрасно, но я не знаю чисел для 17 и 18. То есть 17 это бывает. 15 это бывает. 15, 14. Так, 1 и 13. 2 и 12. 3 и 11. 4 и 10. Что-то бывает еще? 5 и 9. 6 и 8. 6 и 8. 7 и 7. 7 и 7. 7 и 7. То есть 7 и 7 это 0. 6 и 8. 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 7 и 9. 1, 5 и 9. 0. 4 и 10. Это чего? 0 это 3. 3 и 11. Это 2 и 2. Это 0. 2 и 10. Это 1 и 3. Это 2. 1 и 13. Это 1 и 4. Это 5. 2 и 12. 2 и 12. Это 1 и 2. Это 1 и 2. Это 3. Спасибо. Так, чего здесь? Двойки здесь нет, по-моему? Двойки здесь нет, значит, я сюда пишу 2, да? Ряжемся. Так, я сюда пишу 2. Значит, там где 17, там будет 2. Так, 1, 2, 3 и 4. Сейчас. Ну, 18 я вынужден считать. 16 и 15. 1 и 14. 2 и 13. 3 и 4 и 11. 5 и 10. 6 и 9. 7 и 8. Правильно? Так, поехали. Какое? Для числа 16. 1 и 14. Это 1 и 0. Это 1. Для 2 и 13. 1 и 4. Это 5. Для 3 и 12. Это 2 и 2. Это 0. Для 4 и 11. Это 0 и 2. Это 2. Для 5 и 10. Это 3 и 0. Для 6 и 9. 1 и 3. Это 2. Для 7 и 8. 1 и 0. Это 1. Так, какое. Так, какое длиннее число, которое здесь отсутствует? 3. 3. 3. Значит, я теперь сюда пишу число 3 и соображаю. А? 5. 3. Число гранди для 20 равно? 5. А он 5, да? 5. 5. Ну, ребята, в любом случае это 0. То есть это понятия выигрышная.